Приветствую Сан-Фикарду! Сегодня я расскажу вам о Ассасинах Ипериум, Силен и Вейхаймер 40.000. Панфицио Ассасинор. Имперская организация, ответственная за набор, подготовку и применение элитных убийств. Главой Панфицио является Великий Магистер Ассасинов. Благодаря могуществу его организации, а также послужившейся традиции, он всегда является членом Совета Высших Вортов Т. По крайней мере, в теории, для применения досинов требуется разрешение сенатора. Их целями являются ключевые фигуры, такие как восстаншие элитские кульбинаторы, пророки-ритики, могущество нелитий Вексенов и т.д. Официо состоит из различных храмов, каждый из которых уникально в своем роде и специализируется на своих собственных местах убийств. Главой отдельных храмов даются от директоров. Лозунг официо Ассасинору, преступление тех, кто бросил вызов Империуму, может осудить лишь император. Только смертью их может истать на его следе. Несилов набирают в очень раннем возрасте из сирот имперских служащих, живущих в школах Бруденю, а также из населения Диких Миров. Затем они проходят десятилетие интенсивных тренировок в школе Ассасинов-отеле. После этого они живут и работают в одном из храмов Ассасинов, поскольку также расположены где-то в отеле. Молодые Ассасины подвергаются труднейшим тренировкам и подвергам. Их чувство и решительность увеличиваются с помощью иглотантов. Даже после такой подготовки, жизнь агента официо Ассоу остается сложной, и ни одна ошибка не остается без наказа. Известно, что некоторые инклипперы организовали тренировки в официо Ассасинов для гурки со смертью службы их сыток, которые превышали этих и так высокопрофессиональных бойцов в гораздо более смертонозные и оточенные оружия убийства. Это агентство почти так же секретно, как сама инклюзица. И неудивительно, что две эти агентации работают в детском сотрудничестве друг с другом. В местных хранения штаб-квартиру официо Нотерия держится в строгом секрете, и магистров Жасимов никогда не показывается перед Адептус Эра, хотя ходят слухи, что у него нет доступ к самому императору. Лояльность вверху магистра к императору не должна подвергать сомнению, так как он держится в своих руках сил, которые вполне можно прожарушить весь интерьер. Ассасины четыре основных храмов официо. Эверсур, Улексус, Халитус, Глиндигар. И ряды официо Ассасиннорум также включают вспомогательный персонал, астропатов, негативов, навигаторов и других служащих. Несмотря на то, что эти люди не являются ассасинами, вся их жизнь проходит в мгр организации, без каких-либо контактов с внешним миром. В суде самих ассасинов существует несколько званий, таких как Горб Ассасин, прошедшая от полевой работы старший ассасин, ответственный за планирование, организацию, расследование и насмотры за молодыми ассасинами. Но большее число ассасинов не имеет какого-либо звания, хотя они и отличаются друг от друга по своему боевому опыту. По законам первеного механипус, неуместное применение члена официо Ассасиновым изменен наивысшего уровня. Горб использует множество видов экзотической экипировки, такой как синцеплет, пустанция, которая, будучи распыленной на тело, формирует внешнюю искусственную черную кожу, защищающую своего носителя от окружающей среды, и увеличивает его силу. Горб также содержит запрещенные виды оружия, а также все на оружие своих секретных хранящих, что дает им доступ к самым продвижным технологиям перилам. Преизгодение официо Ассинору прослеживается во времена Великого Крестового Похода. Это шестеро директора примус, пять-вей Ассасинов. Выбавляемые магистром Ассинов учили соглашение на горе мщения. На всех семерых людях были надеты мозги, и их личности были секретны для каждого, поэтому они не знали, что их лидером был никто иной, как Малкадр Сигелит. Треть директоров примус, Сир Виндигар, Сир Эверсор, Сир Кулексус, Сир Ванус, Сирес Алинема, Сирес Акаудус. Убражающие секреты под Макроу создали шесть основных их треней. Десятилетиями они скрытно охотились на врагов императора, дабы доказать врагам, что им нигде не спрятаться в этом идее. Это агентство было настолько секретно, что его существование действий императора будет ввести на самый минимум, дабы сохранить его в благородную чистоту. Так как при мельнении имперского сусина вещь очень деликатная, то обычно на здании посылался только один агент, максимум три, поэтому из одной основной битвы. На этом видео подошло к концу. Если ты хочешь вторую часть про эти темы, то обязательно поставь лайк и оставь свой комментарий. А с вами был Шадоуленд, всем пока и слава великому императору. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok